1 июля Тверская область вместе со всей страной примет участие в общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию Российской Федерации. Жители России будут голосовать сразу за несколько блоков поправок, среди которых правовой, социальный и историко-культурный. В частности, в основном законе планируется закрепить приоритеты государственной политики в отношении детей и традиционных семейных ценностей. Впрочем, уже сейчас государство особое внимание уделяет поддержке семей с детьми. Это основа к демографической политике. Для семьи Новиковых из Твери нынешний год стал особенным. 25 мая указом президента страны ей была присвоена высокая федеральная награда – Миналь Ордена «Родительская слава». Новикова воспитывает пятерых детей. В ходе разговора с губернатором Тверской области Игорем Руденей, Евелина Новикова подчеркнула, насколько значимо для нее и ее семьи получить такого рода награду. Радость, гордость за свою семью, за то, что наши обычные, мне кажется, обычные работы с детьми, и свидание оценили насколько высоко. Это очень приятно. Большое спасибо. И таких семей, как Новикова, в Тверской области очень много. Их поддержка – одна из приоритетных задач для государства. Эта работа по инициативе президента страны Владимира Путина усилилась в период борьбы с коронавирусом. В рамках федеральных мер поддержки в начале июня семьям Тверской области было перечислено свыше 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Среди этих средств ежемесячные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, а также единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Также семьи, в которых воспитываются дети до 3 лет, за апрель, май и июнь получают выплаты в размере 5 тысяч рублей. Поддержка предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы. Этой категории, помимо повышенного пособия по безработице в размере 12 тысяч 130 рублей, предоставляется доплата в 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Также выплачивается увеличенное пособие 6 тысяч 751 рубль по уходу за ребенком до полутора лет. В целом, семьи Верхней Волги получат различные виды поддержки более чем на 225 тысяч детей. Безусловно, вот последний, наверное, год стал таким очень знаковым и совершенно беспрецедентным в плане мер поддержки, которые предпринимаются. Все те меры, которые предпринимаются, в общем-то, вызывают одобрение, да, и, в общем-то, они нужны людям, они востребованы у людей. Беспрецедентной в этом году стала поддержка семей Верхней Волги и со стороны региональных властей. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, ни одна семья с детьми в нашем регионе не останется без помощи. По инициативе руководителя области в дополнение к федеральным вводится новая мера поддержки. Единовременная выплата семьям, воспитывающим детей 16, 17 и 18 лет. Многодетные семьи получат по 5 тысяч рублей на каждого ребенка, другие семьи по 3 тысячи на каждого ребенка. Подать заявление на выплату можно с 1 июля по 1 октября через портал госуслуги, центры соцзащиты и МФЦ. Губернатор поручил максимально упростить процедуру, отметив при этом значимость вводимых мер поддержки. В текущих условиях поддержка семьи и детьми является безусловным приоритетом нашего государства. Мы очень рассчитываем на то, что все, что сегодня делается нашим президентом, правительством Российской Федерации, руководством области, все-таки скажется позитивно на демографии нашего региона. Норму, обязывающую государство заботиться о детях, предлагается закрепить в основном законе страны. Голосование по изменениям в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля, а фактически начнется в заочной форме уже 25-го и продлится целую неделю. Одной из поправок закрепляется, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Голосование за поправки в Конституцию глава региона Игорь Руденя назвал историческим моментом, а потому особое внимание к мерам безопасности. Предусмотрены различные формы голосования, если избиратель по каким-то причинам не может прийти на свой участок, либо проживает или временно находится в населенном пункте, где отсутствуют участки для голосования. В таком случае с 5 по 21 июня гражданин может подать заявление в МФЦ, территориальную избирательную комиссию, либо через портал госуслуг о голосовании по месту нахождения и сделать это на дому, либо на придомовой территории. С 16 по 21 июня заявления будут принимать на всех избирательных участках. Такой формат голосования используется впервые. Это сделано для того, чтобы обезопасить избирателей в сложной эпидемиологической ситуации. Это разведено во времени, пожалуйста, не один день, целых семь дней. Разнообразные способы. Хотите дома, хотите на участке, хотите на своем предприятии, своей организации, где вы работаете. Голосовать это безопасно. Это еще один лозунг, еще одно такое приоритетное направление, которое выработано системой избирательной комиссии. Добавим, весь процесс голосования от и до будет контролироваться общественными наблюдателями. Под эгидой Общественной палаты России и Тверской области будут работать представители различных политических партий, общественных и некоммерческих объединений, самых разных институтов гражданского общества. И при голосовании, при подсчете голосов будут присутствовать представители аккредитованных средств массовой информации.